Здравствуйте! В эфире программа «Итоги». Меня зовут Владимир Антошкин. Вспоминаем наиболее заметные события минувшей недели. Коротко об основных темах этого выпуска. За новый состав депутатского корпуса Госдумы и Совета городского округа кумертовцы будут голосовать в сентябре. Семинар по организации компании приняла городская мэрия. Более трех миллионов просроченной зарплаты помогла вернуть городская прокуратура. Об этом отчиталась помощник прокурора. Ремонт кровли и смена заборов. В образовательных учреждениях продолжается летний ремонт. В сентябре кумертаусцам предстоит в очередной раз выбирать депутатов. Пока предвыборная кампания идет своим чередом. Так в городской мэрии прошел семинар по организации выборов в Салаватском избирательном округе. В эфире сюжет с подробностями этого мероприятия. Выбирать депутатов Госдумы седьмого созыва, равно как и депутатов Совета городского округа, кумертаусцы будут 18 сентября. До этого времени должен пройти ряд этапов избирательного процесса. Так сейчас уже завершилось выдвижение кандидатов, идет проверка собранных документов. Это время Центральный избирком Башкортостана посчитал удобным для проведения семинара по организации выборов в Салаватском округе. Совещание провели в стенах Кумертаусской мэрии, поскольку на территориальный избирком городского округа возложены обязанности окружной комиссии по Салаватскому округу. Участие в совещании принял и председатель Центрального избиркома Республики Хайдар Валеев. Он в своем обращении сделал особый акцент на строгом соблюдении буквы закона. Основные задачи явка избирателей и публичность информации о ходе выборного процесса. Это подчеркнул в ходе своего выступления на семинаре глава администрации Кумертау. Сити-менеджер также подчеркнул, что для этого необходима слаженная командная работа. О том, что городской округ способен на это, свидетельствует работа управленцев в целом. В пример была поставлена на работа по уходу Кумертау от монопрофильности экономики и приобретению статуса территории, опережающего социально-экономического развития. Мы одни из передовых моногородов из 319, которые уже приближаемся к этому статусу. Сегодня наша команда управленческих кадров проходит обучение в Сколково. Пять человек обучаются. И по итогам нашей работы будет защищена программа стратегии развития города Кумертау. Председатель территориального избиркома в свою очередь доложил о ходе избирательной кампании, кандидатах, подавших документы и работе комиссии в целом. Сейчас идет проверка документов кандидатов. Их регистрация завершится 3 августа. Предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется за 30 дней до голосования. На сегодняшний день агитация или агитационные какие-то материалы могут быть только в виде листовок, но эти листовки должны быть правильно оформлены. После основной части семинара участники разошлись по профильным совещаниям. На них предметно обсуждалась работа секретарей и председателей избиркомов. Напомню, выборы депутатов в Госдуму и Совет городского округа Кумертау пройдут 18 сентября. Не зря на территориальной убирательной комиссии городского округа города Кумертау возложены обязанности окружной комиссии по Салаварскому округу. Мы считаем, что один из опытных комиссий. На них особые обязанности возлагаются. Но, тем не менее, мы думаем, что комиссия справится. На минувшей неделе мы в очередной раз связывались с Кумертауской прокуратурой. Ведомство продолжает проверки соблюдения трудового законодательства на городских предприятиях. В эфире повтор включения. Подробности узнаем у помощника прокурора Ирины Кочетовой. Она у нас на связи. Ирина Сергеевна, здравствуйте. Расскажите, на что прокуратура обращает особое внимание в ходе подобных проверок. Здравствуйте. Наиболее усиленное внимание уделяется вопросам своевременности выплаты заработной платы. Ирина Сергеевна, есть ли предприятия, которые имеют долги и какое наказание последует для их руководителей? По итогам шести месяцев в прокуратуре города выявлено на территории города Кумертау четыре предприятия-должника, имеющих задолженность по выплате заработной платы работникам. Задолженность составляла более четырех миллионов рублей. В результате прокурорского вмешательства около трех миллионов уже погашено. Так, мерами прокурорского реагирования 12 руководителей были привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.27, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях. Всем назначены наказания в виде штрафов. Один из руководителей был привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 4, статьей 5.27. Кодекс об административных правонарушениях – это именно за повторное нарушение трудового законодательства в части выплаты заработной платы. Санкции данной статьи предусматривают в том числе такой вид наказаний, как дисквалификация. Но мировым судом было принято решение в первый раз ограничиться наложением административного наказания в виде суммы в 10 тысяч рублей. После прокурорского вмешательства кто-нибудь погасил долги? Как одним из примеров, можем привести выплаченную задолженность на таком предприятии, как МОП «Локомотив». Перед 118 работниками данная задолженность была образована в феврале 2016 года на сумму более 1 миллиона рублей. Работникам энергоконтракт в январе также в результате прокурорского вмешательства было выплачено около 900 тысяч рублей, причитающиеся к выплате в виде заработной платы. Ситуация находится на контроле у прокуратуры города постоянно. В настоящий момент остался у нас в качестве предприятия должников МОП «Стройзаказчик». Задолженность по заработной оплате составляет более 1,5 миллионов рублей. Прокуратурой изучается финансовое состояние предприятия, исследуются все заключенные гражданско-правовые договора. В настоящий момент предприятие находится в поиске инвестора, участвует в конкурсах. То есть на данный момент еще имеется реальная возможность погасить имеющуюся задолженность. Все судебные приказы, вынесенные по инициативе прокурора в отношении «Стройзаказчика», направлены на принудительное исполнение в службу судебных приставов. Счета предприятий арестованы и при ближайшем поступлении денежных средств все денежные средства будут распределены между работниками пропорционально их суммам задолженности. Спасибо за ответ. Я напомню, что на связи с нашей студией была помощник прокурора города Кумертау Ирина Кочетова. На минувшей неделе председатель Госкомитета Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству Ильяс Муниров провел личный прием граждан в Кумертау. Обратиться к нему горожане могли в четверг, 28 июля. Наша съемочная группа фиксировала происходящее. Накануне в городской администрации состоялся личный прием граждан председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по транспортному и дорожному хозяйству Ильяса Мунирова. Основной целью подобных мероприятий является выявление реакции населения на работу власти, выяснение проблем, требующих решения. В этом году дополнительно вот сейчас еще деньги выделены. Отдельно будут улицы, будут делаться уже не как ямочным ремонтом, вот как весной сделали, а будут делаться сплошную. Вот эту работу сейчас организуют. Вы совершенно правильно сказали о том, что зима очень тяжелая для города Кумертау. Очень тяжелая, да. Поэтому я сейчас вот, мы проведем совещание, сколько необходимо будет техники разберем. И что нужно для того, чтобы, по крайней мере, в зимнее время коммунальные службы могли нормативно содержать дороги, как должны быть. Были обсуждены темы ремонта дорог и определены улицы, наиболее нуждающиеся в реконструкции. В течение месяцев, август-сентябрь, запланировано отремонтировать более 10 километров дорог в Кумертал. Также на встрече рассмотрели вопросы оформления собственности городских имущественных комплексов. В соответствии с 220-м федеральным законом маршрутной карты город выдал. То есть транспортное обеспечение в надлежащем состоянии. Сегодня мы обсудили вопросы по автовокзалу. Там есть еще моменты, над которыми надо работать. Поэтому с администрацией города совместно будем эти вопросы уже решать. Потому что, чтобы у нас потом не получилось так, что с автовокзала не будет движения по межмуниципальным маршрутам. После завершения приема Ильяс Муниров выслушал доклады присутствующих руководителей по вопросам, связанным с работой дорожно-транспортных служб. На совещании определили участки дорог, на которых будет сделан сплошной ремонт этим летом. Это центральные перекрестки города, путепроводы Пушкина, 60 лет БССР, а также частично улицы Шоссейная и Вокзальная. Конечно же, город чистый. И коммунальные службы работают, дорожные службы тоже работают. Ну, единственное, вот надо сейчас уже поработать по сплошному ремонту. На минувшей неделе Кумертауские судебные приставы на оперативном собрании доложили о результатах деятельности за первое полугодие этого года и поставили цели на будущее. Подробности в сюжете Аркадия Зубкова. В администрации города Кумертау прошло оперативное собрание судебных приставов по итогам первого полугодия. Участники заседания доложили, какой объем работы уже сделан, а высшее руководство поставило задачи на второе полугодие этого года. 17 июня 2016 года проведены рейдовые мероприятия с использованием автоматизированного программного комплекса «Дорожный пристав». Для участия в рейдовых мероприятиях приглашены сотрудники ГИБДД, Федеральные налоговые службы, а также телерадиокомпания «Арест». В ходе данных рейдовых мероприятий установлено 33 должника, наложено 6 проездов на имущество должников, в том числе 2 транспортных средства. Двое алиментно обязанных привлечены к административной ответственности по статье 17.14 Кодекса об административных промышлений Российской Федерации. Также Александр Радикович объявил, что сотрудники Кумертауского подразделения находятся в хорошей форме и готовы к любым нестандартным ситуациям. Судебные приставы по УПДС проходят проверку раз в квартал на пригодность в действительных условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств, огнестреливого оружия. Физическая подготовка, а также правовая подготовка судебных приставов по УПДС Кумертауского городского отдела находятся на должном уровне. Докладчики подмечали высокий профессионализм и большую производительность в слупе судебных приставов города Кумертау. Каждый год, пусть не большой, но прогресс он чувствуется. Чувствуется и ваш профессионализм, чувствуется то, что все-таки уже нет у нас таких отказных рейдов. Чувствуется, что у нас есть с вами, как органы местного самоуправления, так и вашей службы, полное взаимодействие и понимание. И вырабатывая совместные задачи, мы их выполняем. И это, конечно, сложно, как у полицейских, как у вас, у всех. Это вроде как бы сухие цифры, но эти сухие цифры многое говорят. На ремонт Кумертауских школ и детских садов выделено 4 миллиона 900 тысяч рублей из-за республиканского бюджета. Однако основные деньги поступают из муниципального. На эти средства планируется отремонтировать мягкую кровлю в 6 и 10 школах, а также в детских садах номер 7 и номер 24. Завершатся эти работы в конце августа. Что еще запланировали отремонтировать этим летом и какие работы уже проведены, об этом нашему корреспонденту рассказали в Управлении образования. В нашем городе на средства муниципального бюджета планируется провести ремонт крыш в мягкой кровли в 6 и 10 школах и в детских садах 7 и 24. В этом году будет полностью обновлено ограждение в 30 детском саду Журавушка и частично в 3 школе. А в 18 детском саду будет проведен ремонт канализации. Кроме того, городской мэрией были выделены средства на приобретение спортивного инвентаря для образовательных учреждений и для текущего ремонта обновления оконных блоков во многих дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Прежде всего это детские сады, 9 сад, вот сейчас уже закончились там работы, это 17 сад, 25 сад, это 24 сад, где старые оконные блоки заменены на новые. Кроме того, это школы, это 10 школа, где заменили часть оконных блоков и 9 школа. Вот основная часть оконных блоков меняется в 9 школе. В 9 школе планируется заменить более 60% всех оконных блоков к середине августа. На сегодняшний день производится демонтаж и оштукатуривание оконных проемов на втором этаже учебного заведения. Основное условие предварительной подготовки перед установкой стеклопакетов – тщательная очистка от пыли, мусора и остатков краски проемов после удаления старых окон. Это является залогом надежной и долгосрочной службы новых оконных блоков. Ремонт на втором этаже практически завершен, остались только уборочные работы. В общей сложности подлежает замене на данный момент 94 оконных проема. Работа осуществляется интенсивно, бригады работают как монтажники, так и демонтажники параллельно. То есть качество работы в данный момент пока удовлетворено. Кроме финансирования ремонтных работ городской мэрии, из республиканского бюджета было выделено 4,9 млн рублей для проведения необходимых плановых обновлений и реконструкций в школах и детсадах. На сегодняшний день многие дошкольные образовательные учреждения практически готовы к новому учебному году. Все плановые ремонтные работы подходят к успешному завершению. Лето, молодежь, заниженные автомобили, громкая музыка. На минувшей неделе в Кумертау, на территории развлекательного комплекса, прошел фестиваль автолюбителей. В этот день кто-то демонстрировал свою, а кто-то смотрел на чужую прокачанную технику. Концепция фестиваля зацикливается на направлении низких автомобилей Республики Башкортостан и близлежащих регионов. На выставочной хоне были представлены стенс-проекты, реста-проекты, а также стиль без посадки авто нет. Подробнее о номинациях нам рассказали организаторы фестиваля. Стенс – это главное внешний вид. Также посадка, красивые диски, ну и такое покрытие лакокрасочное, чтобы было хорошее. Бэпан – это занижение, это самое главное занижение, и как бы там больше ничего и важного нет. Ну а рест – это сам кузов, как бы со времен Советского Союза. Занижение клиренса автомобиля в последнее время набирает особенную популярность среди молодежи. Поэтому множество автомобилей были представлены в номинации Бэпан. Всем известно, что для простого занижения пилится пружина, а вот для достижения максимальных результатов проводится целая работа по переоборудованию и переделке кузова, а также ходовой части автомобиля. Кто-то просто попилил пружины и угрожает. Ну, грубо говоря, это такое слабое занижение, ценобюджетное. Это некомфортно, во-первых, и мощная стойка даже безопасная. Кто-то заморочился, поставил себе хорошие на стойке, а кто-то уже отдал какую-то такую сумму, и малую, это уже комфортная езда, это уже езда как на таком, ну, как на стоком автомобиле, только езда уже в низком положении. А кто-то поставил пневмоподвеску, это самый такой безопасный, как бы, вид занижения. На фестиваль съехались автолюбители со всех уголков Республики Башкортостан и не только. Посетили мероприятия и гости из Оренбургской области. Мы приехали из города Баймак, нас трое, это Приора 14-я и Вагон 11-я. Все неплохо, организаторы тоже все так организовали. Мы вчера приехали, нам организовали жилье. Я участник этих фестивалей уже несколько раз. Это мы были в Уфе, в Оренбурге пару раз приезжали, тоже участвовали, то есть делились, скажем так, своими проектами, машинами. Мероприятие проходило под музыку специально приглашенного диджея, а также ведущего, который проводил различные конкурсы среди участников и зрителей. Закончился же фестиваль, конечно, награждением. Призерам были вручены грамоты и памятные сувениры. Футболисты из Куэргазинского района поедут на первенство России среди сельских районов. Спортивное мероприятие пройдет в городе Ейск Краснодарского края. Выйти на российский уровень куэргазинцам помогла победа в 24-х сельских спортивных играх в Стерлитамаке. Куэргазинская команда в своей группе заняла первое место, обыграв своих соперников со счетом 4-1, 3-1 и 5-1. В финале подопечные Дмитрия Болянова оказались сильнее команды из Чешминского района благодаря единственному голу с Рустама Саадатова, забившего в середине второго тайма. Из Стерлитамака футболисты привезли грамоты, медали и кубок. А напомню, что всероссийские игры пройдут в сентябре в Краснодарском крае. Желаем команде достойно выступить на этом турнире. Это были итоги недели. Я с вами прощаюсь. Мы в эфире по воскресеньям. Архив программы на сайте arisdefistv.ru. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин